Луганщина Начальники управления образований районов должны были услышать выступления Кристина Алексеевича и Алексея Алексеевича, руководителя директора Ацарканского казачьего кредитского корпуса, потому что, как мы уже на совещании в министерстве слышали о том, что Ацарканский казачий-кадетский корпус выполняет еще и роль методического центра для Астраханской области. И как раз эту же роль мы хотим, чтобы министерство реализовало вместе с руководителями наших двух кадетских корпусов, и Владимиром Климентьевичем, и Александром Ивановичем. Чтобы они стали такими же методическими центрами для кадетских классов, для казачьих школ. В принципе, в этом была и задумка, и информация. А так получается, мы завтра в 10 часов с ними встречаемся, да? И повторяем то, что сейчас будем говорить. Понятно, они и должны быть там, потому что, я же говорю, как-то или я упустил, или мы неправильно поставили цели и задачи. Наш начальник проведения в Алчевске на месте. Вы всегда молодцы. Вы всегда на высоком уровне, потому что предусматриваете все ходы наперед. Вот. Уважаемые друзья, пример этих учебных заведений на территории Луганской Народной Республики сегодня должен стать таким мощным центром, двигателем воспитания подрастающего поколения, особенно на территориях, которые сегодня освобождаются. Это особая миссия, особая роль и очень важная задача. Естественно, каждый из присутствующих здесь понимает, что происходило с мозгами тех детей, которые учились в школах на той территории, какие у них были учебные пособия, какие висели в классах, в межэтажных проходах, в коридорах, лозунги, где ребенок, даже не желая этого, на подкорке, все равно воспринимал все то, что написано, вся эта нацистская идеология. И, естественно, вымывать и вычищать это будет очень тяжело. И самое главное, нужно иметь специальные особые программы, о которых, как раз сегодня и говорят, именинство просвещения России хороцов и Андрея Анатольевича Турчак. Я просто не знаю, по времени уже закончили они это мероприятие. Условия для ребят созданы самые оптимальные. Изучение основных предметов школьной программы, занятия спортом и, конечно, сохранение традиций православной веры в ежедневных занятиях и молитвах помогает детям обрести мир в душе и сформировать комплекс морально-волевых качеств, необходимых любому мужчине в нашем стремительно изменяющемся мире. Вот поэтому я родителям всегда говорю, что не отдавать нам, а чтобы дети сюда поступали, по своему желанию. Естественно, да, естественно, чтобы родители тоже понимали. Мы тоже живем здесь по распорядку дня, которые сложно всем, кто пребывает в самом начале для поступления. Затем они в основном привыкают. Некоторые, правда, ребятам не нравятся. Но то, что казачеству сейчас придается большое значение, я понимаю, почему. Потому что есть стержень настоящий, который именно должен быть у гражданина республики, того человека, который призван именно и предназначен для защиты своей республики. 28 марта в Луганском казачьем кадетском корпусе имени маршала авиации Александра Ефимова торжественно встречали гостей из Российской Федерации. Представители Всероссийской политической партии «Единая Россия», учреждений образования Астрахани и Астраханского края и представителей правительства Луганской народной республики и Министерства образования и науки Луганской народной республики. В рамках мероприятия обсуждали возможности развития казачьего компонента в воспитании и образовании студента в республике. Безусловно, помогаем и не просто помогаем. Сегодня казачество идет в авангарде тех сил, которые восстанавливают историческую справедливость, в том числе и здесь. Мы, если проводить параллели, как в 41-м советская армия встала на защиту и за весь мир навела порядок, избавилась от этой коричневой чумы, так и сегодня и Россия, и казачество. За весь этот ослепший, обезумевший мир наводит порядок. И казаки с их многовековыми традициями, а традиции казачества, они проверены не только в жизни, в быту, но и на поле брани, в боевых условиях. Казаки всегда жили между жизнью и смертью, всегда готовы были к войне и к защите своему отечеству. И вот этот образ жизни, он и выковал те традиции, тот образ жизни сформировал казачество, которое помогает сегодня защищать нашу родину, помогает не свернуть, не ошибиться, не принять какой-то, не сделать неправильный шаг. Поэтому и казаки, и российское казачество, и казачество здесь, в Луганске, оно сегодня на передовой, оно сегодня в авангарде. Казачьи и кадетские корпуса помогают воспитывать ребят физически сильными и выносливыми, всесторонне развитыми и образованными, сохраняя исконно русские традиции и ценности, сегодня мы можем сделать вклад в наше будущее, воспитывая в детях лучшие качества настоящих мужчин, способных защищать свои идеи и традиции нашего края.